итак здрасте а что у нас со связи вообще сейчас проверим настройки и приступим почему-то нигде ничего нет а вот вроде все на вроде есть запись вроде идет трансляция ребят подскажите пожалуйста как видно как слышно так контакте все отлично да так чат я тоже вижу все окей ну что ж тогда здравствуйте здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала гости здрасте здрасте вконтакте подписчики всем все отлично итак ребята собственно говоря чему послужил повод сегодня собраться второй раз вчера им делал онлайн-трансляцию с выставки из кантонской то есть но в этом году она уже второй раз проходит онлайн и поэтому как бы только вот через интернет ее смотрим то есть смотрим поставщиков кого что интересует пишите я вас всех вижу в чате всем привет кстати всем здрасте вот посмотрим нас на новинки может кого-то какие-то группы товаров интересует что китайцы там представляют в собственно на своей выставке вот может кого-то что-то заинтересует может кто-то что-то подчеркнет для себя какие новинки вчера мы посмотрели мельком а значит что мы всего по чуть-чуть вчера посмотрели электронику инструменты посмотрели сегодня на принципе тоже посмотрим игрушки подарки ну и там дальше будем плясать по ходу пьесы так что ставьте лайки обязательно пишите свои вопросы комментарии сейчас я вот так вот себя поменьше сделаю дабы вам чтобы видно было все и что приступим вот так говорю будем строить все в формате живого общения поэтому давайте с чего начнем советуйте рекомендуйте давайте пока вы будете думать я наверное начну что не с игрушек потому что игрушки всегда актуальная такая категория товаров то есть всегда платежеспособны контингентом это мамочки в основном но и игрушки всегда заходят кто не видел кто не видел вот пожалуйста 1 вот это вот очень топовая игрушка ей наверно уже где-то года полтора может чуть больше так сейчас секунду ребят я тут под шамане чуть-чуть вот то есть суть чем этой игрушки тут собирается конструктор вот такая вот труба да и запускается туда машинка и там по трубе еще она там насвистывает вот она может тут летать перелетать но принципе игрушка давно себя уже зарекомендовала детям нравится так вот такая вот она сборная то есть трубу ты сам собираешь соответственно направление движения тоже сам собираешь и поэтому она очень интересна вот так смотрите стоимость 18 13 до 8 13 долларов это при покупке 180 штук минимальный заказ вот у них китай центральная азия и россия собственно говоря куда они в основном продают так дам вам их контакты записывайте зарисовывайте веб-сайта нету юнчан так наверное тут у них будет телефон так ну почему-то какой-то даже мобильный номер у них интересный интересный но это 095 но это не мобильный фига номер в общем вот смотрите почта факс ну и конторы телефон не знаю почему они здесь такой нарисовали номер неправильный так ничего не слышно да ребят скажите пожалуйста слышно видно плохо слышно да и сейчас отвечу на ваши вопросы но в принципе должно быть все прямо год напишите пожалуйста в чате ребят как слышно а я пока почитаю что вы тут интересует электронные сигареты интерес сигареты вот недавно у меня был клиент заказывали мы эти аж киуди сигареты эти электронные там минималка 600 штук и и и и и и и и сколько они стоили то ли 11 или 12 юаней я точно не помню вот эти аж киуди которые здесь по 350 рублей за штуку стоят то ли 11 или 12 юаней не помню но там знаете там была какая проблема китайцы как всегда не могут нормально сделать качественный продукт они сделали упаковку и на упаковке товар сертифицирован написали кверх ногами в обратном порядке потом переделали упаковку переделали упаковку на ней голограмма отсутствует ну то есть перестали клеить город голограмма в общем там заказ оформили но он еще не приехал неизвестно там честным будет но как бы клиент курсе так кедровый орех китай кедровый орех на него фото нужны насколько я помню не лицензия квоты то есть китай же квартирует все практически особенно вот всякие зерновые там мучные у тебя вот эти вот так если много так что 200 килограмм это видимо на предыдущему ответ так 600 штук ящик но это минималка то есть это подделка это неофициальный завод это подделка на официальном заводе минимальный заказ 200000 штук ладно едем дальше так игрушки да у нас тут мы с игрушками разбираемся это какие-то непонятно вообще кто такие какие-то дракоши так надо что-то какие-то или морские котики но какая-то общем хрень неинтересно это видимо для девочек ну и принципе для мальчиков играть в магазин так это закрываем 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 оставляем не надо а 4 до 4 с половиной долларов то есть это что это касса видимо да 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 это касса какая-то ну так себе хотя я говорю я вот все мы всегда говорю то есть один продает другой покупает всегда найдется продавец и покупатель подгузники по подгузникам проблематично потому что я просчитывал очень много раз то есть там нужно брать прямо колоссальное количество чтобы это было маржинально то есть прям два три контейнера надо брать по подгузникам и вести в официал то есть даже если их в черный вести не рентабельно будет только официальный так машинки вот какие-то здесь машинки какие-то да с каким-то управлением 15 50 60 16 долларов 3 контейнеры или что это видимо три контейнера минимальный заказ ну вряд ли но это видимо вот она вездеход и вправо и влево и везде ездит да вот дрифтует тут и у нее управление ну да вот то есть она во все стороны может двигаться это в принципе не новое но выглядит интересно и задумка прикольная вот у нее джойстик какой-то а вот это на руку то есть это управление с помощью руки вот так она состоит батарейка это зарядка но это вот есть еще такие дроны то есть тоже надеваешь такой на руку на пульсник или как он называет и дроном управляешь тоже но опять же штука не новая я не знаю то есть может она для меня не новая но кстати в россии а может не помню может и видел я такие желтенькие дрончики вот еще одна такая же машинка только со светящимися колесиками так тоже самый минимальный заказ 17 17 17 долларов в принципе 17 на 78 1300 да 1300 но я думаю можно найти дешевле гораздо на 16 88 вот давайте вот знаете как сделаем для сравнения сейчас я попробую получится не получится кстати вот вам тоже рабочая схема а нельзя да сохранить изображение не знаю видно будет вас не видно открываем 16 88 а еще есть сайт не так не сейчас и просто-напросто по картинке сейчас попробуем найти его нет нет не хочет он искать по картинке ну да ладно в следующий раз в общем можно найти это все дело на ка на ка ну ка ну ка ну ка китайские сайты очень плохо прогружается в россии не сейчас вот здесь должен открыть нет нет не хочет он открывать ну короче как не в следующий раз вам покажу эту схему значит в общем по фото но я больше чем уверен эти машинки можно найти гораздо дешевле 17 сколько это 1300 130 юаней ой не гораздо дешевле можно их юаней по 60 по 50 можно найти 100 процентов эти машинки но все же вот вам контакт может быть кого-то это и заинтересует так вот у них сайт есть вот вам номер телефон на этом есть вид чат поэтому можете вероятнее всего найти их там на 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 так подгузники да говорите попробовать посмотреть ну давайте подгузники вот для кого их тут вообще куча подгузники для кого для взрослых для детей вот для собаки то вот детские какие-то а мы давайте вы знаете как сделал вот так вот может вам будет так понятнее о все рашен язычен вот смотрите то есть подгузников огромнейшее количество так но цена не указана собственно минимальный заказ тоже не указ потому поэтому нужно все звонить уточнять ну вот здесь полностью спецификация то есть ну размер состав для кого и так далее ну вот кому там надо было записывать собственно говоря контакт сейчас еще что не посмотрим пару вариантов попробуем найти стену вот их веб-сайт и и и и и вот на этом номере сто процентов есть вичат но и собственно говоря почта так это не то это тут ослик это видимо какие то а ну вот для взрослых так подгузники обозначить здесь фурнитура для офисных кресел ладно сейчас разберемся с подгузниками посмотрим фурнитуру кстати ребятки пока все не разбежались палочек вверх давайте поставим без разницы где везде и в ютубе и вконтакте и везде поставим пальчик вверх и продолжим смотреть подгузники ну я говорю вот нужно для начала понимание какие взрослые детские подгузники то есть для какого возраста там ну здесь сколько 200 тысяч штук минимальный заказ но говорю опять же цена не указана давайте вот посмотрим попробуем видео будет воспроизводить сегодня нет оказывается но у вас просто статичная картинка не воспроизводится на самом деле это печально тут показывает состав но если кому-то прям сильно надо могу отправить ссылку вот тут тоже опять спецификация то есть по размерам по по всему 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 вот написано сколько влезает в контейнер это наверное штук да 178 тысяч четыреста пятьдесят двадцатку ну ну вряд ли это упаковок хоть ну не вряд ли упаковок вот короче по подгузникам с ценой мы так и не нашли да так это мы закрываем закрываем тоже тут тоже цены нету андрей тырлов привет в общем везде здесь пятьдесят тысяч тут минимальный заказ то есть но говорю это надо вот созваниваться уже непосредственно с производителем конкретно по каким моделям то есть по какому количеству это нужно обсуждать цены но я говорю еще раз я просчитывал много раз подгузники их надо вести очень много ты вот у у по Так, фурнитуру, да, смотрим, для кресел, нас интересует, ну, по подгузникам тут, собственно, понятно все, да, связывайтесь, если нужны контакты, их вот полны, полно на 1688, на Либаба, повсюду, фурнитура. Сочи, привет, привет, Сочи, темные ночи, фурнитура, ну, тут это тоже такая, то есть специфическая категория, фурнитура для кресел, ее надо смотреть не на выставке, ее надо, это уже какой-то пример, ну, конкретный запрос оформлять, то есть он, видите, как полностью фурнитуру для всего. Сейчас я посмотрю, вот так вот вам попробую показать. На 1688 залетаем и в поисковике пишем. Вот здесь уже, вот, пожалуйста, видите, всякое разное, ну, я говорю, то есть это конкретно магазин, ой, этот, маркетплейс, 1688 для оптовиков, вот тут, пожалуйста, фурнитуры, какой только нет, тут можно шариться, и да, это либо какие-то крупные торговые компании, либо производители. Вот здесь уже можно искать все, что угодно, а на выставке вряд ли можно это найти. Привет, посмотрите, зарядные станции для электромобилей. Это тоже, но хотя и должны они там быть, хотя должны. Так, Челябе, привет, люкс копий духов, кто-то спрашивал у меня недавно, их надо тоже ввести большим количеством, официально их не вывезешь, это по поводу копий духов, официально их не вывезешь, то есть, потому что это бренд, ну и копия. А если ввести мало, то нерентабельно, то есть, их там тоже надо ввести хотя бы полтонны, но, в принципе, маржа нормальная. Но у меня нету, но найти как бы можно, то есть, я с жидкостями стараюсь не связываться там, потому что проблематично, им чаще всего нужен температурный режим при транспортировке, а это как бы очень сложно. Но, в принципе, везде истинно вопросы. Можно еще показать общественные кресла Михаила. Так, сейчас Михаил, подожди секунду. А, так, Русик, сейчас зарядные станции посмотрим, а вот покажем пока Михаилу. Вот, ну что показать? Михаил, напишите мне, свяжитесь со мной в контактах и, то есть, я вам дам ссылку, посмотрите. Ну, все подряд, то есть, тут, куда ни заходи, тут. Вот это, я как понимаю, электрический массажер какой-то. Ну, по фурнитуре ее там огромнейшее количество, можно смотреть, не пересмотреть. Поэтому смысл пересматривать все подряд, как бы я не вижу. Тут надо конкретно. Вот ее тут полным, полным, что только нет. Так, зарядные станции, да, для авто. Кстати, была выставка, в Гуанжо была выставка электромобилей, и там этих зарядок, ой, каких только нету. Чего там только нету, точнее не было. Так, зарядные станции. Так, ребятки, лайков насыпаем, пожалуйста. Я стараюсь для вас. Так, это Ослик и А. Где, где мы потерялись? Что нам надо? А, я хотел чат посмотреть. Офисные кресла, это ля-ля-ля, ля-ля-ля. А, от скольки килограмм доставляет? Ну, смотря что. Смотрим зарядки. Вот, пожалуйста, зарядные станции для электромобилей. Это вряд ли какая-то торговая компания, вероятнее всего это производитель будет. Вот, то есть, от одной штуки можно... Блин, ну вот здесь есть видео, но я не знаю, почему оно у вас не воспроизводит. Давайте еще раз попробуем. Потому что это, видимо, он как в отдельном окне, оно всплывает. А если вот так? Сейчас, секунду, я посмотрю, будет воспроизводить, если я в полноэкранном режиме открою. А, вот так работает, да? Или нет, или просто нет. Да, тоже, в принципе, картинка ничего не меняет. Ну, тут просто фотографии ее показали и все. Так, производитель проница Джидзян. Ну, и характеристики у нее тоже, видите, могут быть, видимо, разные. Поэтому, все надо уточнять. От 300 до 600 долларов. Такая вот зарядка. Ну, вот, посмотрите, кому там интересно, поставите на паузу, почитайте спецификацию. Вот, все это о компании. Вот, смотрите, вот и есть контакты. Так. Ой, ребята, у нас что-то сильно потемнело. Сейчас, секунду, я включу свет. У нас тут пошел дождь. Сейчас, наверное. Так, все, отлично, видно, слышно, да? Продолжаем, продолжаем далее. Так, вот, собственно говоря, их номер телефона. И WhatsApp, и WeChat есть. Так что можете вообще во все инстанции. Вот тоже WhatsApp, WeChat. Вот веб-сайт есть. Зарядные станции. Пожалуйста. Лайкнули, да, это хорошо. Так, что смотрим еще дальше? Пока заявок нет, но давайте еще посмотрим пару станций. Может быть, что-нибудь интересное будет. Это, видимо, какая-то ручная. Ну да, но у нее, у нее прям и ценник. От двух до двенадцати тысяч долларов. Что она? 220 преобразовывает. А, типа универсальная для всех, для всех авто. Ну-ка. Ну-ка. Вот все. А, ну вон. В общем, вот опять же вся спецификация. Ну вот это этой же фирмы тоже зарядка. Что, что еще? Все. По зарядкам у нас, да. Вот тоже какая-то зарядная станция. 5 до 100 долларов. Ну это, не знаю, какой-то оглянитель, что ли. Непонятно. Непонятно. Непонятно, что Мэйси. Ладно. Так. Давайте смотреть дальше. Что-нибудь, что-нибудь интересненькое. А давайте прям вот с этой страницы, наверное, и начнем. вот деревянная подвесная гирлянда. Так. Это закрываем. Что это? А. Деревянная подвесная гирлянда. Подставка для утюга. Переводчик, переводчик. Так. Это, видимо, какой-то домашний часы, термометр, которые могут все... Но опять больших картинок нет. Вот. Ну, такая штука. Ну, как часы. Обычные какие-то настольные часы, будильник, календарь. То есть... Но здесь просто по Фаренгейту все исчисление. Ну, наверняка есть и по Цельсию. Ну, да. Видимо, сделали на американцев. Типа он. АМПМ. Привет-привет всем вновь прибывшим. Смотрите. Будем тогда все подряд куда залезем. Ну, в принципе, как по выставке. Что увидел, то показываю. Давайте через переводчика, чтобы хотя бы понятно было вам чуть-чуть. Колонка с часами прототивная, вероятнее всего подключается по Bluetooth. Ну, блин. Вот где-то они прям могут. А где-то... А, это не колонка. Это часы. Ну, вот так вот они выглядят. Опять же, нету, блин, ни видео, ничего. Ну, в принципе, это, наверное, вот такая подсветка. А, вот температуру показывает, время. А вот здесь пространство. Что, ничем не занято? Привет из Сочи. Офисные кресла еще показали. Вот, смотрели только что фурнитуру. Когда Китай откроют для туристов? Наверное, в следующем году. Наверное, после Китайского Нового Года. Итога, не знаю, не факт. Ну, я вот с кем не разговаривал, с китайцами все говорят. Ну, максимум. Точнее, ми не раньше Китайского Нового Года. Их пока тоже там никуда не выпускают. Не все там по стране по своей катаются. В общем, у них там тоже не очень весело. Так, сообщений пока нету. Значит, смотрим все подряд. Что? Ложка, мерные, весы. Ну, в принципе, я не знаю, для чего. Ну, наверное, может, в каких-нибудь медицинских целях ее использовать. Или там, ну, что дозировать можно. Не знаю даже. Ну, я думаю, на все найдется покупатель. Ладно. Это нам не интересна категория. Что интересно? Давайте посмотрим. Вот. Бытовые электроприборы, часы, оптические приборы, подарки. От 50 долларов. Вот такие вот часики. Вот так вот они выглядят. То есть, не знаю. Ну, вот это, наверное, что-то всплывает и тонет. А тут. А что тут можно на них? Это, наверное, да блин, даже не видно нифига. Это, наверное, температура, тоже время и еще что-то. Непонятное. И еще что-то непонятное. Water Station. Ну, хотя менеджер может не говорить ни по-английски. Ну. Ну. Ну, надо писать им. У них там в чате есть переводчик. Я думаю, что они сообразят. Смесители для кухни. Пожалуйста, смесители, так смесители. Давайте посмотрим. Смеситель кухонного крана. Кухонный кран вытащит с распылителя. Короче, все подряд. Ну. Начнем с самого первого. Ну, в принципе, то есть тоже смесители можно найти и не обязательно на выставке. Ну, тут какая-то фигня. Ни цены, ничего нету. То есть смесители то же самое. Заходишь на 1688, вбиваешь и, собственно говоря, смотришь. Блин. Ну, тут. Если. Ну, нет. Не хочет она открывать. Вот, пожалуйста, от 13 до 16 долларов. Минимальный заказ 50 штук. Ну, мне кажется, это немного. То есть. Желательно заказать образец, собственно. Посмотри. Ну, вот можно. Ну, не. 50 образцов много. Ну, штуки 4-5 образцов взять разных. У них наверняка есть каталог. Вот он. Такой вот, видите, еще вытаскивается и можно им там управлять, как хочешь. Заказывайте образцы, смотрите дальше, вперед. Ну, вот у них, я говорю. Вот у них прям. Это что? А, ну это вот их сайт. Вот тут всяких разных этих смесителей. Вот даже по-русски можно. А, ну это на Alibaba. Ну, пожалуйста. Даже по-русски. Заходите. По все категории, смеситель. Вот нам. А, ну это на Alibaba. Блин. Вон смесительный. Короче. Вот. Все есть, ребята. Все есть. Заходите, выбираете. Все по-русски. Все. Все понятно. Так. Вон тут даже видео воспроизводилось. Тут видно видео? Нет, тут тоже он мне не показывал. Непонятно, почему он видео не хочет освоить. Ой, прикольно как. Так. Вот такие дела. Так. Ладно. Едем дальше. Смесители. Посмотрели. Контакты вам дать их? Давай. Вот, пожалуйста, веб-сайт. На веб-сайте сто процентов. Каталог. И там выбираете. Вот. Номер WeChat. Мобильный номер. Так. Ладно. Смотрим дальше. Назад. Ну. В принципе, я говорю, вот. Даже 3D есть. Ну-ка. 3D будет работать? не будет от 100 до 300 долларов видимо какая-то прям прямокачественная контора так сейчас ребят посмотрим 3d будет работать не будет ох ты как вот это вот я понимаю сделано можно выключить вот ребята действительно подошли ответственно и только непонятно ну это типа вот и вот это реально 3d посещение выставки вот пожалуй но опять же на некоторых есть то есть такие подсвечиваются ну маячки точки на него нажимаешь сразу и высвечивается цена ну и вся информация о продукте только еще можно было бы на всю эту стену ладно вот вам контакты их но веб-сайт и и гондон провинции гондон капель сити не знаю даже чудо город таком так номер телефона почта но здесь я свеча связывается через вечер так ребята что еще смотрим всем пофиг все просто глазеет ладно ну и ладно тоже смесители но тут говорю прям каких только нету видите огромное количество давайте вернемся на главную что тут можно посмотреть велосипеды мы вчера смотрим мотоциклы хотите посмотреть мотоциклы вот пожалуйста актуальный трендовый товар это беговел электрически насколько тут опять видео есть не знаю электрически он не сейчас посмотрим да он электрически то есть это детский беговел ну прям не они наверное но в китае это года два-три наверно уже есть но где-то начиная с прошлого года и вот весь этот год это но реально был трендовый товар очень много детей когда увидели эти игрушки такие вау я хочу и я очень много даже встречал в парках дети вот на них бегают но это электрический то есть такой болен прям мать мини мопедик для детей прикольная штука вот здесь спецификация мотор 80 ватт хотя здесь почему-то написано стол но 2 и 6 ампер часа батарейка так это радиус колес есть два режима 6 половиной километров в час и 13 километров в час работает 40 60 минут максимальная грузоподавца 34 килограмма так а сколько минимальный за минимальный заказ 50 штук ну я тоже думаю что немного прям классный вариант забирайте но и не забывайте про палец 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 так у них а ну вот собственно показано вот батарейка куда крепится вот моторчик задний мотор колесо штука 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 интересная но так вот все это выглядит ну да прикольно в принципе то есть на 13 километров в час я думаю сильные тут фу не размотаешься ну интересно покататься даже можно то есть в аренду пожалуйста вот в любом парке то есть сдавайте их в аренду час там не знаю 500 рублей при его стоимости сколько 100 долларов считайте сами ладно едем далее электроскутеры электроскутер ну сейчас попадется будем смотреть так закрываем ну вот пожалуйста вам электроскутер но это прям такой скутер скутер такой ретро ну опять же прикольно выглядит то есть для повседневных поездок какому-нибудь дяденьки куда-нибудь дяденьки куда-нибудь ну почему нет так стиль стиль согласитесь стиль стиль литий батарейки у него не пакетники а пальчиковый 108 километров запас хода вполне вполне я вам скажу то есть для поездок на работу да вот есть два вари а ну вот есть свинцовые батарейки есть два варианта моторов 1000 ватт и полторы есть свинцовые батарейки и литий он вот собственно говоря запас хода понимаете вот ну вот вся спецификации то сколько он 100 цена не указан ну вот связывайтесь пожалуйста связывайтесь уточняйте цену всем дам контакты вот ведь у нее какой-то зеленый листик так пожалуйста веб-сайт и вечер номер телефона мобильный вечер связывайтесь уточняйте выясняете кому что интересно так едем далее это это у нас что это наверное бензина какой-то закос подъемах да вы макс то есть есть такие же ямахи я катался он называется x макс т макс на это да это бензиновый это бензиновый 125 кубика сколько но цена тоже не указана минимальный заказ 24 штуки но это контейнер 24 штук контейнер влазит в основном джидян производства это где-то рядом с ию в принципе но вот так вот он большой выглядит но я говорю это закос прямо подъемаху есть ямаха такая т макс есть x макс такие вот вот номера телефонов связывать уточняйте цену ну вот собственно говоря ниже у них какие-то видимо еще разные комплектации ладно смотрим далее вот электрический это но это какая-то китайская контора но очень похоже на фирму не а то есть него выпускает ну вот такие вот скутера прям такая очень качественная фирма они выпускают электромобили по всему китая ну прям не знаю может быть это них ну вряд ли ну что у них бы было все но опять же вот пожалуйста мопедик такой хороший ну на нем особо не погоняешь вот съемная батаре что технология беспроводной зарядки 70 километров запас хода ну да вот ячейчные батарейки так посмотрим максимальная скорость 25 километров в час да нет это что-то видимо они под под пошутили а может быть специально чтобы под какие-то характеристики пролезть максимальный запас хода 130 километров мотор 1000 ватт да у него гораздо выше скорости 25 километров ну вот пожалуйста есть даже с лицензией на европу с европейскими сертификатами качества так ладно а ну давайте я вам контакты мало ли вдруг но у них вот не цены не минимального заказа собственно я говорю вот кантон это ну так себе выставку потому что чтобы залезть на кантон там вот номер телефона и веб-сайт чтобы залезть на кантон надо прям иметь большую компанию которая готова потратить неплохие суммы для того чтобы выставить свой павильон но хотя опять же не знаю как в этом году у них все онлайн может всех подряд бензин 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 это что вот тоже похоже на фирму тут не у неё 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 400 баксов минимальный заказ 84 штуки готовы на 84 штуки закупиться qr-коды поближе вам сделать это может кого-то вот вичат собственно вот веб-сайт сканируйте сканируйте вот контакты их а но у них тоже вот смотрите есть сайт еще кстати один по типа по типа либо бы made in china точка ком называется и вот они есть на этом сайте мобильный телефон но я в принципе ссылку на вичат и на сайт уже дал сканируйте qr-код и будет вам счастье будет счастья вам вот смотрите какой мопед же сыра жесткий мопедос сергей кайгородов соло нудэ ты был у нудэ что ну это и корол таком речь вот это он тысячу баксов за что за что тут это 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 бензиновый 50 и 125 кубиков ну блин может кому-то и понравится это поэтому вот пожалуйста вам веб-сайт и собственно говоря номер мобильного мобильного так это у нас сэнти идем далее это уже пошли какие-то комплектующие самокаты самокаты ребята все спрашивают самокат давайте прежде чем мы начнем смотреть самокаты все дружно поставим по лайку без разницы где это будет в ютубе или вконтакте ребята я знаю я вас тоже всех вижу так самокаты сто восемьдесят баксов сто восемьдесят баксов сейчас я вам скажу что это фрубля фрубля это четырнадцать тысяч рублей ну да примерно сто восемьдесят долларов четырнадцать тысяч рублей дома неплохо на минимальный заказ четыреста штук понимаете вот если вы будете реально брать у них четыреста штук то как бы вы с этими самокатами еще будете как-то конкурентоспособны на рынке но я в частности говорю за Россию не знаю ой про Беларусь и про Казахстан это тем более то есть вы будете реально конкурентны вот с этой ценой но опять же там еще сверху ляжет доставка поэтому я думаю он будет в районе 15-16 тысяч эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ написано у него какая батарея 7,8 но может быть его их хватит на 30 километров вот в двадцатку влазит 410 штук в 20 тонной контейнер давайте еще побольше побольше посмотрим скутеров может а я вам техконтакт не дал вот ну это в принципе одна и та же контора контакты таутау мотор ком что за таутау мотор ком ну да вот видите у них неплохой сайт ну вот у них смотрите и баги есть ну тут почему там бензиновые и электрические детские и карты и снегоходы и все 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 вот пожалуйста ваши скутеры тут смотрите выбирайте разговаривайте договаривайтесь и вперед не буду я потом тоже сам пошарюсь посмотрю может у них что-нибудь интересное есть так что еще мотоцикл и ну это спарты идут какие-то двигатели ну вот кстати смотрите какая штука футрак но насколько я знаю что в России такие запрещены но я думаю что как-то что-то где-то можно в принципе с ними решить и придумать но в Китае очень распространено то есть вот такие вот футраки он электрический ну по поводу мощности двигателя и запаса хода в принципе смысла нету говорить ну что у него цель другая ну интересно интересная штука как бы не обращают на нее внимания тоже я думаю будет глупо вот у них в описании давайте на нее посмотрим ага not foul ну да это это китайцы я даже не удивлен ну вот мобильный номер добавляйте их в чате связывайте запрашивайте каталог это китайцы короче не знаю фигня ладно ладно что 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 будем еще смотреть пожалуйста урал с коляской кстати в одно время они очень очень много наших уралов купили 300 кубиков короче мотиков тоже куча всяких разный что вам еще показать так квадроциклы мотоциклы 650 кубиков ладно пойдем чего-нибудь на главную и далее так ну я думаю что химия не интересует инструмент не интересует украшение для дома ля-ля-ля из-за ротанга мебель всякие штучки приключки деревянные ну давайте посмотрим китайцы у нас весь лес купили наделали из него всякого 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 и нам теперь это продают молодцы деревянный фонарик какой-то тоже для каких-нибудь ресторанов по 4 бакса что за произведение вот это тоже прикольно кстати подвесные качели так ну тут есть видео опять же не указана ни цена ни минимальный заказ видео включаться не будет больших картинок тоже нет закрыть вот такие вот есть еще варианты 25 100 долларов минимальный заказ 200 штук как бы чисто теоретически ну блин ну ничего такого нету да здесь какая-то тренога да дуга и вот то есть можно и здесь это делать грубо говоря в россии потому что ну вести это будет дороже подушки единственное что ну и подушки тоже ну в принципе как товар я думаю штука очень удобна особенно где-нибудь может на даче или где-нибудь да в принципе можно и дома такую балделку поставить сидеть на ней качаться лампочки корзиночки столики ля-ля-ля всякая фигня короче тут тоже все подряд вот полка интересно кстати вот почему больших картинок то нет китайцы бамбуковые изделия из бамбука ну тут короче то же самое ладно давайте далее что-нибудь интересное поищем запчасти нас не интересуют велосипеды интересные велосипеды мы смотрели блин рекламу открыли велосипеды мы смотрели вчера но если интересно скажите я посмотрю одежда еда обувь туфли ну обуви как бы тут вообще какой какой только надо себе вот такие обязательно купить топули видите все закрыто только для зарегистрированных пользователей вот у меня есть то есть этот бэджик он выдается на 10 лет стоит 100 юаней если его потеряешь надо будет платить 200 за восстановление 1200 пар минимальный заказ 2,7 доллара за пару пожалуйста кому кого интересуют такие вот тапочки тоже 1200 пар но надо уточнить допустим можно ли сделать микс 1200 пар вот тапок с белыми ну согласитесь прикольно да то есть допустим вот мне кажется на валберес вот такая вот штука вообще зайдет на раз два то есть ребята напишите пожалуйста в чате у меня почему-то чат не обновляется напишите я посмотрю вообще он работает нет и и буду дальше вещать вот то есть на валберес мне кажется такие штуки зайдут ну на раз два просто по дешевке ну сколько они три с половиной доллара ну пусть четыре доллара 84 32 320 рублей ну плюс 100 ну я думаю по тысяче можно продавать ну так чисто ради 999 рублей вот с волчарой пожалуйста тапки серый волк ну прикольный же согласитесь при более сейчас зимой мне кажется актуально будет давайте посмотрим какие у них еще есть вариант а ну это игрушки у них 3 доллара такие типа панда нот с макакиной ну то есть такое ширпотреб конечно понятно никому не может ну то есть мне кажется будет продаваться ладно вот вам их контакты привет привет вроде все работает челябин 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 привет проверка все отлично да работает значит я вижу 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 вас спасибо ребятки так вот вот контакты их сайт номер номер телефона в чат добавляйте связывайте ну наверняка на сайте можно зайти там всяких картинок будет куча там можно будет посмотреть так у них еще это видел какие-то игрушки давайте глянем одним глазком быстренько животные игрушки ну да обычные ну медвежата вот эти прикольные вот это актуально да нынче в свете последних событий так вот тоже вот новогодние игрушки снеговик это собака олень ну сколько они стоят полтора бакса но это видимо не вот такие маленькие а ну вот 8 сантиметров или или что ну наверно 8 сантиметров специально против линейки так Дмитрий Маргун а как теперь а теперь как онлайн просто зарегался чтобы посмотреть товары с замком бэджи кантоновского если нет если честно я не знаю я не сильно пока в этом разбирался у меня просто есть бэдж и я зашел по нему и все у меня у меня но попробуйте а я как понимаю вам замку все что замком вы не можете открыть если просто зарегистрировались маркировки маркировки собственно где не брать или пить это вообще не показатель чего либо сейчас он весь садовод завален весь люблино южные ворота все полностью заваливание и ни у кого нафиг нет этой маркировки это будет когда-то позже так обувь просто спрашивали обувь вот new model new super non slip casual sneakers понятно такие вот кроссовочки цена опять же не указана минимальный заказ не указан ну и короче отдыхайте значит мы будем смотреть у кого хоть что-то мало-мало написано вот кроссовки опять больших фоток нету 25 баксов дороговато дороговато это 2000 рублей ой это дороговато ну хотя может быть оно того и стоит вот смотрите опять же они отправляют США Канада и Европа может быть то есть там мы действительно хорошее качество тем более минимальный заказ полторы тысячи давайте посмотрим какие еще у них модели есть а ну тут у них опять да все подряд и чемоданы и сумки и портфели где обувь спорт шут ну в принципе модели визуально неплохие единственное говорю опять же надо брать смотреть качество брать образцы смотреть качество так ребят вот сайт давайте посмотрим что у них сайт и номер печата но может быть у них есть какой-нибудь розничный я не знаю отдел или представительство может свяжитесь договоритесь ну вот они как я понимаю ну это всегда у китайцев то есть продают обувь тут же попутно чемоданы тут же попутно игрушки тут же попутно унитазы то есть все подряд ну вот различные чемоданы цены естественно давайте регистрируйтесь короче ребят давайте кому надо связывайте уточняйте а где они в Шанхай да Шанхай 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 Гуандун вот провинции ладно едем далее ой какие тапочки порой смотришь смотришь думаешь ё-моё кому это нафиг надо потом смотришь ну такая милятина вот тоже пожалуйста подарите группе пуссерайт это что сапог ведро тоже 2000 штук минимальный заказ цена не указана фотографий больших нету 5 баксов сапог ведро вот на этом есть вичат номер 100% ну и на всякий случай почта вот сайт сайт не работает нормально это ничего вот смотрите ну всякое всякое то есть обуви полным полного детские шлепанцы да женские бутсы футбольные вот сейчас рюшечка не просто написано стайл какой тасс я кисточкой крокодил стиль крокодил стая цена минимальный заказ нету но вот контакты вот а вот у них есть сайт давайте попробуем ну в принципе то есть вот пожалуйста у них женская детская одежда есть взрослая мужская как бы ну и вот модели даже даже показаны вен джоу вен тюльзиан вот смотрите у них даже skype есть есть ватсап не обязательно устанавливать вичат у кого нет телефон ну и здесь вероятнее из чего есть у них вичат продукты вот смотрите меншус вуменшус бойшус герлшус вот всякие разные модельки но наверняка у них ну да не наверняка сто процентов у них только опт пожалуйста забирайте контакты вот вам производитель обуви во и он даже на русском есть все молодцы вот китайцы уже подстраиваются все ребят хотел сказать не благодарите но не буду говорить буду говорить благодарите ставьте палцы вверх пишите комментарии чуть-чуть и можно посмотреть так обувь ребят вот вы ничего не пишите а я просто смотрю ну обувь будем смотреть обувь ну так себе тоже идея обувь смотреть в общем кому надо ладно давайте вот опять дракончики крокодольчики ладно обувь до свидания что у нас еще строительные материалы керамическая продукция химия строительство давайте вот эти штуки покажу солнечные панели кстати между прочим очень актуальная штука у меня заказывают солнечные панели панели но в основном заказывают знаете куда но на байкал куда-нибудь зимовье то есть охотники куда невозможно провести то есть электричество они ставят вот эти панели себе даже зимой пришел хоть снега чик-чик-чик обчистил ну в принципе все довольны сейчас я вам покажу прямо ну опять же это только оптовый заказ 280 315 ватт 80 долларов то есть вообще у них идет солнечная панель то есть 1 ватт 13 центов насколько помню должен стоить 280 разделить на 80 ой наоборот да нам надо наоборот нам надо 80 разделить на 280 да 30 центов 28 за 1 ватт за 1 ватт производится в Гуандон но вероятнее всего в Шэньчжэне минимальный заказ 100 штук ну и кстати что я хотел сказать то есть в Украине уже давно у нас кажется тоже уже вступил в силу этот закон что вы можете продавать государству электроэнергию по тому тарифу по которому они продают в этом районе ну или в этом городе так тут характеристики технические тролям 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 ну вот так дать вам их контакты может быть вам интересно ну 100 штук в принципе немного вот веб-сайт у них веб-сайты постоянно такие длинные и непонятно там одни палочки есть на английском языке там ну в любом случае вот wechat связывайтесь по почте если кого интересуют солнечные панели то я вас поздравляю вот у нее здесь видите сразу осветительное оборудование все идет ну глупо было бы то есть и светодиодные и фонарики и чего только нету прогружается сайт можно включить его на английский язык понимаете или не понимаете так эти панели пания вот насколько мне известно это водяной насос сейчас посмотрим да да это водяной насос то есть он работает от солнечной панели но вот опять же говорю если где-то там какой-то карьер или может прииски какие-нибудь да куда сложно провести электричество и и не сидеть на генератор вот пожалуйста вот панель 1100 ватт вот к ней насос преобразователь то есть минимальный заказ 20 штук но опять же непонятно то есть от 50 до 400 но тут наверное все от мощности зависит опять же берем где денег да вот пожалуйста вот область применения то есть вот пожалуйста поливал день в поле то есть это насос куда-нибудь увел там панель эту кинул и все и тут спецификации уже видите какая удобная штука вот они есть по 400 ватт то есть где контакты тоже от них сайт есть так это не закрываем оставляем потом посмотрим ну тут все спонтом под зонтом ну вот у них электронасосы это прогулка по фабрике давай в холл вот можно приблизить а вот я говорил видите чик сюда нажимаешь и что-то происходит на второй этаж не поднимешься но по идее то есть вот а нет это наклейки просто а так вообще на них на каждое это такие кнопочки чик нажимаешь и там характеристики все ладно смотрите выбираете приставайте китайцам с вопросами есть еще знаете вот то есть это такие переносные станции но у них разные опять же мощности в общем суть чем вот при две панели вот эти это преобразователь и лампочки то есть можно сделать освещение пожалуйста то есть наверняка там еще установлен аккумулятор то есть и потом он еще будет работать эти лампочки неизвестно сколько ну вот можно видите подцепить зарядки всякие тут лялялялядки вот мобильный телефон дженнифер дженнифер связывайтесь китаянка дженнифер сейчас вот еще в контакте здесь открою так веб-сайта нету вот ищу 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 джоу звоните и фиджоу и он вам он вас проконсультирует так что что и что еще ты причем здесь холодильник на солнечных панелях минимальный заказ один контейнер но опять не фото ничего нету 60 ватт 1224 вольта 110 литров этот азот в общем мало ли может кому-то понадобится так вечер если заинтересовали холодильники переносные работающие от солнечных панелей вперед насосы насоса аккумуляторы преобразователи вот очень и очень интересная штука это отопление это отопление то есть ставится в дома работает от солнца то есть накрыть ну блин опять короче на крышу вы ставите вот такую штуку или вот такую штуку и вот в этом баке находится вода она нагревается и гоняет ее уже по отоплению то есть тоже штука очень интересная давайте попробуем приблизить спецификацию но видите то есть здесь бак на сколько литров в отоплении вот 500 литров два с половиной киловатт но принципе принципе штука интерес опять же цены нету надо запрашивать ну вот тем у кого свои дома или кто у у кого стройка то есть мне кажется штука интересно не платить за отопление опять же в свой дом вести отопление но или печное делать или ставить котел но это будет очень дорого по сравнению с этим вот так веб-сайт пожалуйста вам вичат 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 сайт работой наверное да сайт вроде чё от работы опять же он дон гуан сити провинция гуандун это 30 минут от гуанжоу езды на поезд на машине может минут 20 да вот смотрите вот так то не выглядит видеть то есть он может и в отоплении и в горячую воду собственно говоря он просто потом добирает недостающую недостающую воду и нагревает и опять по отоплению пускай мне в китае такой стоял причем он стоял в пятиэтажке я жил в пятиэтажке вот такая вот штука у меня стоял на крыше у него то есть когда ему не хватает ну допустим там неделю пасмурно да он начинает отапливать от электричества а когда солнце он пожалуйста штука очень и очень крутая на самом деле ну да тут опять сто пятьсот миллиардов клиентов в общем ребят заходите пишите спрашивайте так уважаемые граждане и товарищи на этом я буду закругляться потому что есть у меня еще дела сегодня может быть может быть запущу вечером еще один подобный эфир где пообщаемся посмотрим а вы пока собственно готовьте вопросы свои может кому-то что-то интересно будет не забывайте пальчики вверх ставить лайки чтобы продвигать это видео чтоб вас было больше на моем канале вот такие вот дела все всем спасибо за внимание всех был рад и ну либо до вечера либо до завтра потому что выставка еще будет идти четыре дня пять дней выставка будет еще идти пять дней и мы будем пять дней шариться собственно говоря по этим сайтам искать ваши заявки и смотреть может что-нибудь актуально посмотрим велосипеды игрушки и так далее в общем все всех рад был на связи не прощаемся